В эфире информационная программа «Панорама Севера» в студии Ларисы Истомина. Здравствуйте! День сотрудников органов следствия. Дата выбрана не случайно. Именно 25 июля 1713 года указом Петра I была основана следственная канцелярия. Она подчинялась непосредственно главе государства. В честь праздничной даты в Архангельске прошла пресс-конференция, на которой были подведены итоги работы регионального следственного управления за первое полугодие 2014 года. На фоне общего снижения преступности отмечено уменьшение тяжких и особо тяжких преступлений. Меньше стало фактов причинения вреда здоровью со смертельным исходом, а также изнасилований. Сила направлена к прокурору с обвинительным заключением 488 уголовных дел. Из них об убийствах 78. По фактам причинения тяжкого вреда здоровью повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего 26. По фактам совершения преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности 29. О грабежах, разбоях и вымогательствах 20. О применении насилия в отношении представителей власти и их оскорблений 99. Особое внимание вопросам противодействия коррупции. По этому поводу заведено 147 уголовных дел. В прошлом году в это же время их было 100. Общий ущерб, причинение которого предъявлено обвинение по уголовным делам, составил более 310 миллионов рублей. При этом возмещено в ходе следствия более 110 миллионов рублей. Наложено арестное имущество стоимостью почти 160 миллионов рублей. Инга Швецова, Ольга Карасулина, Панорама Севера. Календарь торжественных дат готовится преподнести очередной праздник. Завтра в России будут отмечать День работников торговли. Лучших из них в преддверии профессионального праздника чествовали в мэрии Архангельска. Все, кто получил из рук мэра Архангельска почетные грамоты и благодарности, уверены – главный показатель успешности, когда покупатели из множества торговых сетей выбирают именно твою. Мы ежемесячно ведем учет наших покупателей, отслеживаем их вкусы, их предпочтения. И самое главное для нас критерий – это количество покупателей, ежедневно посещающих наши магазины. На сегодняшний день этот показатель превышает более 100 тысяч человек в день. Увеличивают число покупателей наши торговые сети не только ассортиментом товаров, но и оригинальным решением вопросов благоустройства, что и показали результаты конкурса на лучшее озеленение территории, проводимого мэрией Архангельска. На участие в нем торговые сети города откликаются ежегодно. Я считаю, что это очень нужный конкурс, потому что он мотивирует людей на улучшение нашего города. Со словами благодарности за активную жизненную позицию и работу на благо города к собравшимся обратился мэр Виктор Павленко. Ваша работа, качественная работа, создает не только возможность людям купить то, что они хотят, но и создать при этом позитивное настроение. Поэтому, когда человек пришел, купил нужный товар, какой ему нужен, к нему отнеслись на высшем уровне, в любом случае по-человечески, тогда и настроение создается. Поэтому вам спасибо за работу и за то, что вы создаете замечательное настроение нашим горожанам. Завтра, в свой профессиональный праздник, работники торговли продолжат принимать поздравления. А многотысячная армия покупателей их без них точно не оставит. Артемий Заварзин, Ольга Красулина, Панорама Севера. День военно-морского флота России отмечается ежегодно в последнее воскресенье июля. В этом году праздник приходится на 27 число. С особым размахом отмечают этот день в таких городах-портах, как Архангельск, Мурманск, Новороссийск, Сочи, Калининград, Санкт-Петербург и Севастополь. Каждый военный моряк, даже если он уже и не служит, должен услышать поздравления с Днем военно-морского флота. Дорогие моряки военно-морского флота, желаю вам здоровья, счастья, успехов в личной жизни и общественной, и хорошего плавания. Я хочу поздравить всех моряков с Днем БМФ, потому что это день чести, настоящий праздник. Хочу, чтобы у всех моряков все было хорошо, чтобы они также несли свою службу, защищали нашу Родину. Я хочу пожелать им здоровья, чтобы они прожили долгую жизнь и защищали нас хорошо. Хочу поздравить всех наших моряков с Днем военно-морского флота, чтобы их плавания проходили всегда удачно, чтобы близкие дожидались и попутного ветра вам. Также хочу, чтобы наши моряки так же хорошо выполняли долг перед Родиной, как они и выполняют его сейчас. Поздравляю с праздником, с Днем военно-морского флота, всех служащих на флоте и отдельно своего дедушку Маркова Николая Прокофьевича с праздником. Хочу поздравить всех с Днем военно-морского флота, конечно же, поздравить, чтобы плавания ваши проходили замечательным образом, чтобы вы всегда возвращались к любимым. И, конечно же, хочу сказать, чтобы у вас было здоровье полной чашей, всегда был уют в семьях, всегда была любовь. Ну и, конечно, помните всегда о том, что мы вас ждем. Далее в нашем выпуске новостной дайджест, коротко о главном. На улицах столицы Поморья за последние полгода появилось 4000 новых автомобилей. Всего у жителей Архангельска зарегистрировано 106 тысяч транспортных средств. Об этом сообщил исполняющий обязанности руководителя городской ГИБДД Андрей Яхолков. Однако статистика аварийности в городе по сравнению с прошлым годом улучшилась. По словам Андрея Яхолкова, с 1 августа в Архангельске будет проводиться обследование состояния дорожной разметки. А с 12 августа рядом со всеми образовательными учреждениями обновятся пешеходные переходы. На эти цели из городского бюджета выделено более 300 тысяч рублей. Всероссийский конкурс «Успех» приглашает деловых северянок. В конкурсе общественной организации «Деловые женщины России» участвуют не только сами представительницы прекрасного пола, но и возглавляемые ими предприятия, а также руководители и представители администрации регионов и городов. Подведение итогов конкурса пройдет в Москве в рамках женской ассамблеи в конце этого года. Заявки принимаются до 15 ноября. Получить дополнительную информацию можно на сайте организации «Деловые женщины России». 26 июля в 13 часов 10 минут на Первом канале состоится премьера документального фильма «Профессия следователь», приуроченного ко дню сотрудников органов следствия. Фильм создан при активном сотрудничестве Следственного комитета России и является беспрецедентным проектом. В его основе материалы громких уголовных дел, расследованных следователями СКР. Сегодня исполнилось 100 лет со дня рождения писателя Владимира Мусикова. Он был одним из тех поэтов, чье имя обычно не замечают литературоведы, но высоко ценят друзья-стихотворцы. Он стал наставником для многих мастеров художественного слова, а с Евгением Каковиным их связывала крепкая дружба. Владислав Каковин листает страницы не совсем обычной книги. Это издание 1903 года, своего рода памятка о знакомстве его отца в будущем автора знаменитой повести «Детство в Соломболе» с поэтом Владимиром Мусиковым. Жене, наверное, Каковину было лет 10. Он сидел на набережной Соломбалке, на предорожной тумбе и читал свою любимую книгу. Это был Марк Твен «Приключения Тома Сойера». Подходит какой-то мальчуган, ну тоже такого же возраста, и спрашивает, что читаешь. Евгений отвечает ему, не мешай, отойди, я читаю свою любимую книгу. Читаю «Приключения Тома Сойера». А товарищ отвечает, а у меня есть книга «Приключения Гильбери Финна». Пробовать перо Владимир Мусиков начинает в 30-е годы. В это время появляются публикации в журнале «Звезда Севера». Серьезным испытанием для Владимира Мусикова стала Великая Отечественная война. Как уникальную реликвию Владислав Каковин бережно хранит фронтовую переписку Владимира Мусикова со своим отцом. Перечитывал его письма и вот эти поздравления. Что удивительно, Владимир Петрович поздравляет его с каким-то праздником. Евгения Степановича пишет, что «Женя, ты для меня самый близкий из всех друзей, каких я вообще знал». После войны Владимир Мусиков работает в архангельских газетах. Появляются его поэтические сборники «Отчий край, живые огни, цена мира». Судьба Мусикова богата на события, но до обидного коротка. Писатель умер, когда ему было 46. Его могила на Вологодском кладбище найдена лишь пару лет назад. Благодаря усилиям семьи Каковиных и председателя Архангельского регионального отделения Союза писателей Елены Кузьминой. Мы здесь уже в течение двух лет бываем. И перед 9 мая приходят с нами молодые люди. В этот раз были курсанты из училища мореходного. Память о поэте живет и в новых изданиях. В Москве к печати готовится антология поэтов военного времени. В нее войдут и стихи Владимира Мусикова. Инга Швецова, Ольга Красулина, Владимир Орлов, Панорама Севера. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня будет заезд по городу, будет скоростной заезд. Сегодня мы будем преодолевать маршруты, дворы, какие-то площадки, какие-то резкие повороты. Скажем так, экстрим, быстрый заезд. Такую езду гонщики называют роллер Сапсан, как скоростной поезд Сапсан. В этот вечер этот своеобразный поезд из девяти роллеров тронулся от набережной Северной Двины до улицы Ваучейского, Воскресенской, Обводного канала. Нашей съемочной группе удалось перехватить спортсменов на улице Нагорной. Владимир Быков приехал в Архангельск из Севастополя. Не на роликах, конечно, но не забыл захватить их с собой. Это его вторая уличная гонка с роллерами Архангельска. Каталось мне очень замечательно, скорость была хорошая. Я даже упал всего лишь один раз. Не падал ни роллер, ни роллер, если не падал. Адреналин очень большой. Мне этого не хватает, физических занятий. Исколесив пол Архангельска, гонщики вернулись к месту старта, к вечному огню. Но даже ободранные коленки не остановят тех, кто снова захочет испытать это неповторимое чувство свободы вновь. Мария Воробьева, Алексей Шаршов. Панорама Севера. Вот уже год Архангельск во всем своем многообразии можно увидеть из любого уголка не только страны, но и мира. Эту удивительную возможность дарит телеканал ПС, который вещает в кабельной сети АТК и в интернете на сетевизоре портала «Правда Севера». За спортивными матчами, концертами и пресс-конференциями можно теперь наблюдать в режиме реального вне. Уникальная особенность первого круглосуточного городского телеканала – это прямые трансляции. которые уже завоевали любовь и признание зрителей. Никто не остается в стороне. От юных звездочек Архангельска до заезжих знаменитостей. Артисты, выступающие на всех творческих площадках города, всегда в центре внимания телеканала ПС. Как и культурный центр «Соломбола арт». Фестиваль молодоженов, маскарад календаря, летние вечера. Трансляции этих мероприятий, организованных культурным центром, также прошли на телеканале. Мы очень рады сотрудничеству с телеканалом ПС, потому что это дает нам возможность популяризировать все наши мероприятия, которые проходят на нашем культурном центре. И о наших мероприятиях все больше и больше узнают не только жители «Соломбола», но и жители всего города. Творческие коллективы, которые работают на нашей сцене, с удовольствием выступают, потому что знают, что всегда могут увидеть себя, показать себя. И все близкие, родные могут увидеть их творчество. А родители детей, которые принимают участие в концертах и спектаклях культурного центра, испытывают особенную гордость. Ведь выступление сына или дочки увидят не только соседи и коллеги по работе, но и родственники и знакомые, живущие в других городах. Это очень здорово, что на Архангельском телевидении появился такой новый телеканал ПС, который показывает жизнь, события нашего города, и который могут посмотреть по всему миру, в том числе и мои родственники, родственники других жителей Архангельска, и узнать, что происходит, все события, что происходят в нашем городе. А какая девчонка или мальчишка в детстве не мечтает быть звездой? Попасть на телеканал, который вещает на весь мир, это уже хорошая заявка на будущее. Для любого творческого человека, особенно для ребенка, трансляции на канале ПС – это прекрасная возможность увидеть себя со стороны и, конечно, учиться на своих ошибках. Действительно, возможности телевидения 21 века безграничны. И то, что сейчас о людях, живущих в нашем родном Архангельске, может узнать весь мир – заслуга нового, первого городского, круглосуточного телеканала ПС. Открой город вместе с нами, вместе с телеканалом ПС. Елена Гончарова, Олег Ширеев, Панорама Севера. В рубрике «Открытый город» прямые трансляции спортивных матчей, юбилейных дат и важных событий Архангельска. 25 июля в 19 часов на стадионе «Труд» состоится футбольный матч между командами «Водник» и «Рома». Все любители футбола смогут поболеть за наших спортсменов, не выходя из дома, посмотрев прямую трансляцию матча на телеканале ПС. 26 июля в прямом эфире телеканала ПС – плац-концерт духовых оркестров из Кирова, Чебоксар и Архангельска, участников третьего фестиваля «Дирекцион Норд». А 27 июля с 14 часов на площади мира в Архангельске начнутся праздничные мероприятия, посвященные Дню военно-морского флота. На телеканале ПС состоится прямая трансляция праздничных торжеств. Не пропустите! Видеозаписи концертов и торжественных мероприятий вы можете приобрести в редакции телеканала ПС. Звоните 65 63 26. Весь город на вашем экране, только на круглосуточном городском телеканале ПС и в сетевизоре портала «Правда Севера». В завершении выпуска информация о курсе валют. По данным Центробанка, на 26 июля доллар США 35 рублей 5 копеек, евро 47 рублей 22 копейки. На этом у меня вся информация. Вы смотрели программу «Панорама Севера». В студии была Лариса Истомина. До встречи. В Вельске 26 июля будет малооблачно, плюс 14-18. В Котласе облачно возможен небольшой дождь, 13-15 градусов тепла. В Мирном в субботу ясно, плюс 16-20. На Водвинске малооблачно, плюс 15-18 градусов. В Архангельске 26 июля ожидается ясная погода. Ветер северо-западный 3-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 9, днем до 17 градусов тепла. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова